На железнодорожном вокзале Великого Новгорода сегодня вечером было особенно людно и празднично. По расписанию обычный рейс электропоезда «Ласточка». Но он первый по совершенно новому прямому маршруту, который связал нас с Петрозаводском. Теперь отправиться взглянуть на красоты Карелии можно ежедневно. Этот электропоезд уже объездил всю Россию до сегодняшнего дня. Он катал туристов по Олимпийскому Сочи, доставлял пассажиров из Санкт-Петербурга в Волховстрой и в наш Великий Новгород. Но сегодня впервые с железнодорожного вокзала эта «Ласточка» летит в Петрозаводск. Пять вагонов третьего класса обслуживания, 443 места. От пункта направления до пункта назначения можно доехать за 867 рублей. В приятной компании с вытянутыми ногами. Места между сидениями достаточно. Система кондиционирования, климат-контроля, то есть поддерживает постоянный микроклимат в поезде, то есть комфортный для пассажира. Значит, система информирования пассажиров, вот как наглядно мы можем видеть, показывает, сколько километров в час едет, число, время и температура поезда. Также здесь идет бегущая строка. Мы можем посмотреть, на какой станции мы остановились. Впервые о возможности движения «Ласточки» по такому маршруту было заявлено в июле на деловом форуме «Точка кипения» в Петрозаводске. Тогда глава региона Андрей Никитин отметил, что туристический поток между нашими субъектами может принести пользу не только новгородцам, но и жителям республики Карелия. От заявления до воплощения в жизнь не прошло и месяца. Российские железные дороги в этом плане сработали просто как настоящие российские железные дороги. Быстро и качественно. И отработав в части расписания, с учетом того, что мы все знаем, что это направление между Москвой и Санкт-Петербургом, очень напряженное в плане трафика, очень напряженное, так сказать, по скоростным режимам и по грузоперевозкам, по пассажиропотоку. Собственно говоря, послужило, наверное, основным... Основной драйвер – это сама железная дорога. Они молодцы в этом плане. Большое им спасибо за быстрое принятие решений и, соответственно, реализацию. За одни выходные можно побывать и в Карелии, и на Древней Новгородской земле. Курсирует «Ласточка» ежедневно. Из Великого Новгорода отправляется в 17.45. Из Петрозаводска в 14.32. В пути 6,5 часов. К тому же график движения нового электропоезда разработан с учетом стыковки на станции Чудово с расписанием сапсанов. В общем, все для удобства пассажиров. Перевозка между двумя субъектами. Это раз туристические вирода, которые необходимо любить и знать. Мы востребованы, естественно, на широкую массу и публику. Поэтому все будет хорошо. И я думаю, что этот рейс будет востребован. Купить билеты на «Ласточку» до Петрозаводска можно за 60 суток. И не только в кассах железнодорожных вокзалов, но и через интернет на официальном сайте РЖД. Добавим, что с 1 сентября в составе «Ласточки» до Санкт-Петербурга также начнет курсировать вагон с предоставлением мест. Их можно оформить за 15 суток до даты отправления. Алена Савтина, Савва Ушаков. Новости. Новгородское областное телевидение.